Две новости и обе хорошие. Первое. Лаос вернул России 100 новеньких танков Т-34, которые когда-то были переданы этой героической стране для устрашения мирового империализма. Выполнив эту благородную задачу там, танки Победы теперь заступят на боевое дежурство здесь, на Мосфильме и других киностудиях для создания новых патриотических фильмов о советских танкистах. Вторая новость, тоже хорошая. Не дожидаясь прибытия танков из солнечного Лаоса, наши коллеги фильм про танк Т-34 уже сняли. Да так удачно, что сборами от его проката можно прокормить дотационный регион средних размеров. Вот что 34-ка животворящее делает. Однако и это еще не все. Министерство обороны сообщает, что в войска поступает новая версия танка Т-90, которая, по мнению мнительных англичан, таки однажды дойдет до Ла-Манша, чтобы уничтожить улики, оставленные Петровым и Вашировым. Последние танковые новости прямо сейчас. Это кадры из нового российского блокбастера Т-34 про знаменитый советский танк времен Второй мировой. В первые же дни проката он установил рекорд по сборам. И эксперты уверены, это не предел. И не только потому, что кино получилось неплохое, а потому что 34-ка – настоящая легенда отечественного танкостроения. В первые недели нового года легендарный Т-34 стал настоящим хитом зимнего сезона. Вот житель Саратовского Балакова решил слепить из снега советский танк. Сходил на танк Т-34 кино и посмотрел, что эта глыба, если ее чуть-чуть обровнять, то она превратится в танк. И все. Поэтому он появился. А это уже житель Башкирии решил украсить зимний двор боевой машиной. А вот еще одно творение народных танкостроителей.